Привет, друзья мои, я Олеся Медведева, и настало время подводить итоги 77-го уже дня войны в Украине. Сегодня ВСУ освободили еще один поселок в Харьковской области, да и в целом контрнаступление на том направлении продолжается. Цель ВСУ отодвинуть подальше от Харькова российские войска и выйти на границу с Российской Федерацией. Российские же войска продолжают наступательные действия на Донбассе. Особенно активно атакуя на границе Донецкой и Луганской областей, пытаясь отрезать в первую очередь область Луганскую от всей остальной Украины. Власти же ожидают от ближайших недели даже месяцев тяжелый период. В общем, обо всем по порядку прямо сейчас начнем традиционно со сводки с фронтов. Еще вчера вечером Генштаб ВСУ сообщал, что украинские войска продолжают наступать на север и на восток от Харькова. Впрочем, судя по всему, перечисленные в сводке населенные пункты были взяты ранее. Еще несколько дней назад утечки об этом поступали 7-8 мая, но подтвердили официально, видимо, после того, как ВСУ уже закрепились в этих населенных пунктах. Сегодня к ним добавился еще один такой населенный пункт – питомник. И карта с подтвержденными за вчера и сегодня пунктами, которые освободили ВСУ, выглядит так. На карте Американского института изучения войны видно два продвижения украинских войск, о которых еще вчера сообщал украинский Генштаб, на север и на северо-восток от Харькова. И теперь украинские войска находятся от российской границы примерно в 10 километрах. Однако есть информация о том, что ВСУ вышли за очерченные на карте зоны, но она пока официально не подтверждена. Российские войска пока продолжают удерживать линию обороны от Лепцов до Казачьей Лопани, пытаясь не допустить ВСУ границы. В ходе контрнаступления ВСУ взяли пленных, которые признали, что являются жителями Красного Луча Луганской области. То есть подтверждается информация, что к северу от Харькова, где идет наступление ВСУ, на позициях противника стоят мобилизованные из ЛДНР. Что в российских телеграм-каналах называют одной из основных причин неудачи Российской Федерации на том направлении. Поскольку мобилизованные на Донбассе не имеют достаточной выучки, вооружения и мотивации, чтобы успешно воевать. В целом в Харькове, по данным местных властей, в последние дни резко сократилось число обстрелов. После того, как противника оттеснили от города и в соцсети уже появилось видео, как люди в Харьков массово возвращаются. Замначальника главного оперативного управления генштаба Алексей Громов заявил, что в районах Харькова и Изюма противник перешел к обороне. А самая горячая ситуация сейчас происходит на лиманском направлении. Жители Славянска также сегодня видели цветной дым. Власти сообщили, что из-за обстрелов в Краматорском районе был поврежден состав с аммиачной селитрой. В то же время российские телеграм-каналы опубликовали видео, где виден такой желтый столб дыма. Но утверждалось, что это неподалеку от села возле Изюма в Харьковской области. Как пишут, образовался этот столб дыма после удара с российского беспилотника по некому объекту. По другим направлениям появляются сообщения о том, что российские войска продвигаются в районе Ямполя, а также пытаются наступать со стороны Попасной в направлении Бахмута. В вечерней сводке генштаб ФСУ заявляет, что противник пытается удерживать плацдар на правом берегу Северского Донца. В течение дня также были сообщения об ударах по Бахмуту, а также о боях и сильных взрывах в районе Авдеевки. В Мариуполе постоянно продолжаются ожесточенные бои. Противник не прекращает попыток взять штурмом Азовсталь, постоянно нанося авиаудары по территории завода. Также о том, что была попытка наземной операции, сообщила вице-премьер Ирина Верещук. По ее словам, из тех военных, которые находятся на территории Азовстали, половина тяжело ранены и нуждаются в немедленной медицинской помощи. Верещук заявила, нужна новая спецоперация, которая поможет эвакуировать раненых военных из Азовстали. Миссия МК Красного Креста и ООН готова присоединиться к процессу организации эвакуации. И я буду просить все международное сообщество присоединиться к нему. Впрочем, пока с той стороны, скажем так, месседжи вполне себе однозначны. Выпускать украинских военных с территории Азовстали, тем более азовцев, россияне не намерены. Также глава неподконтрольной Украине Донецкой Республики Денис Пушилин сегодня заявил, что на Азовстале гражданских не осталось. И дал понять, что штурм завода продолжится и будет усилен. Вечером с Азовстали подымался большой стол дыма. ДНР заявили, что выявили и заблокировали тоннель, по которому украинские военные выбирались на поверхность, чтобы набрать в реке воды. Власти при этом вновь заявляют, что вариант военной деблокады Мариуполя на данный момент невозможен. Ну и уже совсем ближе к ночи Ирина Верещук заявила, что прорабатывается еще один вариант, как можно вытащить бойцов с Азовстали. Это формат обмена, при котором военные, которые находятся на заводе, не сдаются в плен. Украина отдает пленных россиян. Россияне позволяют выйти украинским военным и азовцам с территории Азовстали. Договоренности еще по этому поводу не достигнуты. Как сообщает Верещук, переговоры идут. Будет ли какой-то результат по этому поводу на самом деле большой вопрос. Интересный комментарий сегодня отпустил, как в принципе и часто он это делает, один из спикеров Банкова и советник главы офиса президента Алексея Арестовича. Российская журналистка Латышина задала ему вопрос. Почему российские солдаты сейчас не сдаются в плен? Советник Ермака ответил, чтобы сдаться в плен, нужно быть профессионалом очень высокого класса. Далее он смоделировал ситуацию, при которой российские военные собираются сдаться в плен. Согласно выводам Арестовича, как бы с большой долей вероятностью их либо убьют свои же, либо украинские военные. Сдаться в плен это технически сложная задача. Но как ни парадоксально, чтобы сдаться в плен правильно, нужно быть очень высоким, профессионалом очень высокого класса. Профессионалом, который может в ситуации, когда в тебя будут стрелять твои при попытке поднять белый флаг или попытки двинуться в сторону противника без боя. И сделать так, чтобы еще те, кому ты сдаешься, тебя не уничтожили, потому что там все стреляют во все, что движется. С большого перепугу и правильно делают. Поэтому это очень сложно. Обычно сдаться в плен могут только те профессионалы, которые привыкли действовать в серой зоне или на той стороне противника, имеющие разведывательную подготовку или специальную. Но они как раз и менее всего склонны сдаваться в плен в таких ситуациях. Несмотря на то, что такие заявления кажутся очень парадоксальными, определенная логика все же в этих словах есть. Солдаты сдаются в плен, как правило, в том случае, если их подразделение разгромлено. Командиры их убиты, а сами они находятся в какой-то патовой ситуации в окружении. Либо же, если сдаться решили командиры и своим подчиненным отдали соответствующий приказ. К слову, единственный, подтвержденный с обеих сторон, что важно, случай массовой сдачи в плен, произошел именно в Мариуполе, когда сложил оружие один из батальонов морской пехоты ВСУ. Очевидно, что там сработали все факторы вместе. Подразделение было в окружении, они несли потери. И командиры, судя по всему, приняли решение сдаться. Вчера с Запада звучало много заявлений касательно того, что война это примет затяжной характер. И пока вообще непонятно, кто побеждает. Сегодня в Минобороне Украины предрекли, что следующие месяцы следует ждать тяжелого периода. Замминистра обороны и их постоянный спикер Анна Малер заявила, что у России еще много ресурсов, которые она может использовать в ближайшее время. Украина тоже получит большую помощь от иностранных партнеров, в том числе и в рамках Ленд-Лиза. Но, как говорит Анна Малер, вот этот период, пока западная помощь будет идти в Украину, как раз таки и будет тяжелым для Украины. Впрочем, далеко не все ее коллеги так настроены. Например, советник главы МВД Виктор Андрусев считает, что в ближайшее время россияне будут просто шокированы от тех мест, куда ВСУ нанесут удары. По его словам, речь идет об освобождении Херсона и не только. Чем лучше мы его подготовим, тем меньше жертвы понесем. Работа эта есть и не только в направлении Херсона. Думаю, в ближайшее время россияне будут шокированы местом удара, который нанесут наши вооруженные силы. Ситуация будет меняться от того, как мы будем усиливаться западным вооружением. Продолжают обсуждать и белорусский сюжет, о котором мы с вами вчера в итоговом видео уже упоминали, говорили. Минск также вчера заявил, что из-за возможности угрозы со стороны Украины границы будут переброшены белорусские войска. Советник главы МВД другой Вадим Денисенко считает, что вероятность наземной операции Беларуси против Украины невысока. Силы ВС Республики Беларусь проводят учения и были сообщения о том, что к границам с Украиной идут смерчи и другие установки. Но у Беларуси есть один единственный полигон, где можно проводить соответствующее учение. И он находится относительно недалеко от украинской границы. Ситуация там напряженная, но говорить, что будет приказ, пока маловероятно. Но не все настроены именно так. Военный эксперт Жданов считает, что Украине следует быть готовой к столкновениям с белорусской армией, которые могут произойти в ближайшие недели. Также он добавил, я бы вернулся к оценке достоверности этого 50 на 50, потому что войска все же выдвигаются к нашей границе. Особенно силы специальных операций и занимают там оперативные районы. Заявление Лукашенко в одну сторону, а войска идут в нашу сторону. Поэтому не надо пренебрегать этим фактором и быть готовым к встрече с белорусской армией. По мнению Жданова, Путин может использовать Беларусь для заполнения оперативной паузы, когда его войска под Изюмом начнут выдыхаться. Жданов пояснил, когда российские войска начнут выдыхаться на Изюмском направлении, тогда Путину нужно будет чем-то заполнять оперативную паузу, пока он будет собирать очередные резервы для ввода в Украину. Это будет самый напряженный и опасный период. Впрочем, отмечу, что Украина также испытывает определенные трудности с резервами. И это видно по мобилизационной кампании. Уже какое-то время на фронт начали отправлять людей, которые ранее служили в терробороне, но не имеют военного опыта. А также тех, кто ранее к армии вообще никакого отношения не имел. Это уже вызвало огромный скандал. И он касается не того скандала с женами и матерями на Закарпатии, а другого. Где бойцы 101-й бригады записали специальное видеообращение о том, что их бросили на передовую без подготовки. Наш подраздел готувався до выполнения заданий территориальної обороны, таких как охрана объектов или работа на блокпостах. Подготовки для действий в зоне боевых действий подраздел не проходил. Наше оружие складывается из автоматов, кулеметов и лопат, которыми мы должны окопаться в районе, расположенном меньше как за километр позади позиции боевой бригады под щельным вогнем минометов и артиллерии. Мету нашего размещения в этом районе нам не доводят, боевого завдания не ставят. Мы не обращаем никакой практической пользы от использования нашего подраздела, кроме как быть живыми мишенями для выявления минометных или артиллерийских позиций противника. Политолог Юрий Романенко подтвердил подлинность этого видео и сказал, что надо разобраться в ситуации. Он также написал, такая политика убивает мобилизационный потенциал, люди, которые знают, что с ними обращаются как со скотом, будут избегать мобилизации. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступил за поставки Украине оружия и против переговоров с Россией на данном этапе. В интервью газете Frankfurter Allgemeine он заявил, что не понимает тех людей, которые видят в поставках оружия Украине продление войны. Я спрашиваю этих людей, не имеет значения, чем закончится эта война? Должны ли украинцы встать на колени, растерзанные русскими? Вы этого хотите? Еще Боррель заявил, что Евросоюз не собирается быть посредником в переговорах с Россией. Понимаете, войны заканчиваются переговорами, но садиться за стол переговоров надо с позиции силы, и задача сейчас поставить на эту позицию украинцев. То есть фактически чиновник здесь подтвердил свой предыдущий тезис, который он ранее озвучивал, что война должна быть выиграна на поле боя. По его словам, нужно продолжать ослабление экономики Российской Федерации и санкционное давление на РФ. Но при этом он сказал, что Турция может выступить таким посредником, ведь у нее неплохие отношения и с одной, и с другой стороной. Но понятное дело, что без активной позиции ключевых государств НАТО, которые бы выступили за мир, этот мир не настанет. И переговоры в конструктивное русло не перейдут. За минувшие сутки под угрозой оказались еще и поставки российского газа в Европу через Украину. Вчера Украина говорила о прекращении транзита через пункт Сохрановка и пограничную компрессорную станцию Новопсков, поскольку эти населенные пункты находятся под контролем Российской Федерации. В ГТС заявили об угрозе транзиту и отозвали оттуда своих специалистов. Правда, тоже характерно, что это было сделано именно сейчас, поскольку данные населенные пункты были захвачены еще в марте. И сегодня, в течение дня, транзит через Украину упал на 35%, что уже привело к резкому скачку спотовых цен на газ в Европе. В общем, похоже, друзья мои, тема российского газа через Украину, которая весь период войны вообще не затрагивалась, и Киев этот транзит не останавливал, не прекращал, несмотря на призывы определенных там активистов и политиков, теперь же станет неотъемлемой частью этой войны. Теоретически, Украина может полностью перекрыть поставки российского газа в ЕС через свою ГТС. Правда, это ударит не только по России, но и по европейским потребителям. И мы с вами помним, что в ЕС самые разные страны неоднократно говорили, что они не могут прямо сейчас отказаться от российского газа, поскольку сильно от него зависят. И на блокировку транзита украинское правительство раньше не шло, несмотря на все вот эти там разные призывы. Но по мере затягивания войны, а также в связи с тем, что страны Европы слишком долго тянут с решением по отказу от энергоносителей из РФ, не могут до сих пор в ЕС согласовать шестой пакет санкций, куда хотели включить нефтяное эмбарго, Украина может применить и более жесткие меры воздействия. На этой неделе стали все чаще звучать прогнозы, высказывания о, скажем так, российской перспективе Херсона. Все назначенные там россиянами чиновники говорят о том, что скоро будет рассматриваться вхождение Херсонской области, а также части Запорожской области, которая сейчас находится под россиянами, в состав Российской Федерации. И здесь речи не идет об очередной республике, которую никто не признает, а конкретно о присоединении региона к Российской Федерации. Не к Крыму, а непосредственно к России. Но в Кремле пока эти заявления комментируют уклончиво. Пресс-секретарь Путина Песков сказал, быть или не быть такому обращению, должны решать все-таки жители Херсонской области. Это первое. И определять свою судьбу тоже должны жители Херсонской области. Конечно, этот вопрос должен быть четко и тщательно выверен и оценен юристами и правовиками. Потому что, конечно, подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными. То есть, другими словами, можно сделать вывод, что в Кремле касательно судьбы занятых российскими войсками украинских территорий еще до конца не определились. На заявление из Херсона о намерении присоединить регион к Российской Федерации отреагировали в Украине. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал в Твиттере, единственное обращение, которое могут готовить гауляйтеры Херсонской области, это прошение о помиловании после приговора суда. Окупанты могут просить присоединиться хоть к составу Марса, хоть к Юпитеру. Украинская армия освободит Херсон, какие бы игры слов не придумывали оккупанты. Вот такая, собственно говоря, информация со всех сторон к вашему размышлению. Не забывайте подписываться на наши каналы «Страна Юэй» и «Телеграм-канал Политика Страны», где всегда больше актуальной информации для вас. Вы можете поддержать наш канал, став его спонсором. Для этого необходимо пройти по ссылочке в описании к этому видео. И напомню, что для таких людей у нас есть еще дополнительные видео, которые доступны только им. Что ж, совсем скоро снова с вами увидимся. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok